Вкус, цвет и запах – это не критерий. Качество продукта можно определить только по его составу, ведь на него не влияют условия хранения и транспортировки, а значит производитель несет полную ответственность. Такого мнения придерживаются организаторы экспертизы качества потребительских товаров. Конкурс проходит уже в третий раз. В этом году в лаборатории исследовали пять категорий товаров. Мы закупаем их тайно. Нам их предоставляют не производители продуктов, потому что они не знают, когда они нам предоставят. Кроме того, все образцы обезличиваются. То есть в лаборатории они попадают уже исключительно под номерами. Обезличивание происходит, выгрузка из пачек и перелицовка в эти контейнеры под видеокамерами. То есть у нас есть, мы снимаем это и можем в любой момент доказать, что мы делали все честно. На качество смотрели в динамике. За год было организовано шесть экспертиз. В каждой номинации участвовало около десяти образцов. Качество 95-го бензина проверяли впервые. Для этого использовали два критерия – октановое число и содержание серы. Больше всего на проверке оказалось продуктов питания. В докторской колбасе осмотрели содержание нитрата натрия, который по сути является ядом, а в виде нитратной соли – консервантом и фиксатором окраски. Наибольшая конкуренция развернулась среди молочной продукции. Есть определенная гордость за Рязанский край, так как хорошие результаты показали. И в принципе есть определенные производители, которые, наверное, составят конкуренцию и крупным производителям в России. Одним из них стал Старожиловский молочный комбинат. Его продукция участвует в экспертизе уже третий год подряд и неизменно становится победителем. В этот раз диплом лучшего товара Старожиловский молочный комбинат получил в категориях питьевое, коровье молоко и творог. В лаборатории исследовали жирокислотный состав продуктов, который характеризует их натуральность. Политика нашего предприятия Старожиловского молочного комбината именно выпускает натуральное молоко, основывается на именно натуральных продуктов. Секретов никаких нет. Есть сырье, есть закваски, самое главное – натуральное сырье. И все. И главный труд именно всего коллектива, слаженная работа и основное – это руководители предприятия. Продукция Старожиловского молочного завода изготавливается по традиционным старинным рецептам, которые полностью соответствуют ГОСТам. Бабушкины секреты дополняют современное высокотехнологичное оборудование. Эксперты отметили не только высокое качество и прекрасный состав молока и творога, но и их доступную цену. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».